СОНЯ РАЗУМОВА Рожать вот так. Поверьте, для малышей с таким диагнозом это огромное достижение. А ведь год назад некоторые столичные врачи сделали родителям Сонечки поистине вероломное предложение. Зачем она вам положить? Рожать, если вы молодые, рожать, если здоровый ребенок, это вы просто положите. Тяжелые роды, тяжелые последствия. Сразу после появления на свет София оказалась в реанимации. Медики боялись делать прогнозы. Слишком слабой была крошка. В полгода прозвучал приговор, ДЦП, поражение мозга, да еще и эпилепсия. Из-за нее многие методы лечения стали невозможными. Год назад приступы удалось подавить. И, к счастью, Сонечку взяли на реабилитацию в московскую клинику. Это было в мае. Мы приехали из Москвы, когда после реабилитации, да, нам очки, мы одели очки, и она сразу поменялась. Она живая, начинает ловить эмоции. Она начинает видеть, оживать, на игрушки реагировать. Она начинает улыбаться на игрушки, подниматься, пытается повернуться. Уже как бы сдвиги пошли. 15 ноября Соню снова ждут на реабилитацию. Но есть одно «но». 134 тысячи рублей. Почти половину суммы супруги Разумовы собрали. Где брать еще 70? А после снова копить на лечение. Ведь такие курсы должны быть регулярными. Раз в 3-4 месяца. Самая лучшая, самая красивая, единственная, любимая. Ну, такая, ну, дочка. Все ради нее отдаем. Просто, чтобы она, не знаю, бегала, спортом потом занималась. С девчонками. Ребят мне водила своих, да, дочь? Чтобы ходила, чтобы разговаривала, бегала, разбрасывала игрушки, ругалась. Все хотим. Все вместе мы сможем поддержать Сонечку. Помогут даже ваши 100 рублей. За дополнительной информацией обращайтесь в редакцию по телефону 703520 или на сайт seiminfo.ru. И, возможно, скоро мы снимем сюжет об успехах этой малышки. А слезы мамы, наконец-то, высохнут. Юлия Комкина, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.